СМОТРИМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОДКАСТ РАДИОМАЯК ПАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ КАРТАЕВ И мы, как Татьяна Гартман, очень любим русский язык, поэтому тема нашего следующего сюжета «Зачем лингвисты выезжают в поле?» Говорим о лингвистических экспедициях с нашим экспертом. У нас на связи директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук Игорь Игоревич Исаев. Игорь Игоревич, здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Игорь Игоревич, полевая лингвистика, что же это такое? Зачем она нужна? Расскажите нам, пожалуйста. Вот, Павел, самый главный вопрос, который возникает часто. Полевая лингвистика, связана ли она с какими-то полями, может быть, с минными заграждениями, или это все-таки пылевая лингвистика? Она исследует пыль какую-то? Но все на самом деле гораздо проще. Полевая лингвистика – это такая лингвистика, когда ученый, исследователь должен выехать на место в экспедицию, в поле. Ну, условное поле. Здесь я должен сделать неприличный жест руками, поставить кавычки с двух сторон. Сейчас это осуждается. Когда лингвист выезжает в поле для того, чтобы поговорить с носителями языка. Иногда этим полем может быть даже город, как это ни странно. Не обязательно копать яму, жить в палатке. Достаточно просто уехать из основного ареала обитания своего, приехать изучать какие-то говоры или языки на какую-то отдаленную территорию. Условно отдаленную, чтобы изучить новые разновидности или новый язык. Вот, что такое полевая лингвистика. Но ведь лингвист может таким образом и песенки послушать местные, и какие-то диалекты говоры поизучать. Чем отличается именно полевая лингвистическая экспедиция от фольклорной диалектических экспедиций, в которые отправляли нас студентами, чтобы подготовиться к зачету по устному народному творчеству? — Да, это хороший вопрос. Это разные объекты исследования. С одной стороны, фольклор — это, кстати, сейчас потому что училка нас с вами забанит. Диалектические экспедиции — это те, которые изучают развитие. А диалектологические экспедиции — это те, которые изучают диалекты. Но это мы с вами ставим себе такую галку и никому больше не позволим этого делать с нашими диалектами. А вообще фольклорная экспедиция — это литературоведческая экспедиция. Это экспедиция и этнографическая, и культурная. Это та, которая изучает историю, культуру и, соответственно, представленную в песнях историю, культуру. А лингвисты выезжают для того, чтобы изучить структуру языка. Ну, например, нас с вами интересует, как образуется система именного склонения в том или ином языке, или как устроены синтаксические конструкции в том или ином языке, и интонационные. Вот это делает непосредственно лингвист. Его не интересует, строго говоря, что произносит в этот момент носитель диалекта или языка. Его интересует, как он это делает и по какой схеме. А фольклор — это содержательная часть. Язык не всегда связан с изучением содержательной и семантической стороны. Иногда скучной структуры. — Понятно. Ну, вот поехали мы, например, с орехами куда-нибудь в Смоленскую область и слушаем, как местные жители разговаривают. А как мы различим? Это диалект русского или это уже диалект белорусского? И вот как вообще различить близкородственные языки и их диалекты? Это задача для продвинутых пользователей языкознания как науки и диалектологии. Вот смотрите, есть между языками, восточнославянскими в частности, сейчас мы говорим про русский и белорусский как ближайшие родственники, то же самое будет, например, на границе Белгородской области и Черниговской области Украины. Когда вы слушаете близкородственные языки, по факту государственные границы являются очень условным явлением и никак не разделяет языки. Всегда язык — это два важных момента. Первое. Кем вы себя осознаете? Это важнейшая часть, не строго связанная с железной такой вот структурой языка, с решеткой, с грамматикой, с фонетикой. Вы говорите, ага, я пользуюсь этим диалектом, но я живу на белорусской стороне, я белорус. Другой человек по другую сторону границы говорит, ага, это тот же самый диалект, но я живу на русской стороне, я в Российской федерации нахожусь, я русский. То есть, по большому счету, первый вопрос — это кем вы себя ощущаете, а второй — собственно, реалистический и очень скучный. С одной стороны, значит, вы говорите, да ведь этот диалект на белорусской стороне, хотя это зона русско-белорусского пограничья, это изначально один и тот же ГОБР, так вот, на белорусской стороне он развивается в сторону белорусского языка уже. Там появляются новые белорусские элементы в фонетике, морфологии, лексике. А с русской стороны он изменяется по русским законам уже. И тогда мы имеем право как лингвисты сказать, да, ГОБР изначально был один, но сейчас на нем наметились различия, белорусские и русские. — То есть, мы прежде всего спрашиваем, кто ты, да, у человека? — Это всегда. А помните, в какой-то из переписей, Павел, была история, когда поморы определили себя как отдельный этнос, и возник большой вопрос, а является ли поморы отдельным этносом, или все-таки это русские, говорящие на русском языке, и жестких оснований нет. И ведь был большой спор по этому поводу, писать ли в паспорта помор. — Так, у нас тогда, получается, есть большой шанс найти язык, про который мы мало что знаем, да, вот где-нибудь на пограничных территориях выяснится, что они говорят, а это не русский язык, это не белорусский язык, это вообще наш язык, еще прадед, там, прабабушка говорила на этом языке. Есть такой шанс у нас найти язык, о котором мы мало что знаем? — Да, такой шанс есть, и даже это совсем недавно было сделано. Андрей Анатольевич Золезняк изучал древний новгородский диалект и пришел к убеждению, что тот диалект, который мы с вами видим в памятниках письменности, уже более чем тысячи берестяных грамот, это был отдельный восточнославянский язык. Это было установлено в результате изучения грамот берестяных памятников письменности. Но это в глубине истории. На современном состоянии языков, конечно, если мы с вами переместимся, например, куда-нибудь на территорию Латинской Америки, в Амазонию или в Африку, где есть большое количество разных племен, очень вероятно, что там мы найдем один из языков, которые до сих пор еще не были описаны или непонятен был их статус. Язык это или диалект? Не могли ученые определиться. Да, да, поедем, посмотрим и можем найти совершенно точно. А письменность у таких языков есть? А вот тут непростой вопрос, вот почему. Потому что письменность ведь нужна не для того, чтобы язык функционировал. Языку абсолютно без разницы, есть у него письменность или нет. Смотрите, когда мы с вами рождаемся, общаемся с родителями, мы понятия не имеем про письменность и можем совершенно спокойно пользоваться языком, общаться. И нисколько нас не смущает отсутствие письменности. Письменность нужна только в тот момент, когда отдельный язык хочет стать государственным. И, конечно, не все языки в мире являются государственными. На некоторых языках нет письменности. Ну, например, часть народов пишет на испанском языке вне зависимости от того, на каком они говорят, например. И да, как только язык начинает желать собственную письменность, тут надо понять, какую он выберет графику, латинскую, может быть, кириллическую, может быть, грузинскую, а может быть, арабскую. То есть еще тут, видите, какой вопрос. Письменности нет, но какую письменность вы выберете, это решать. Не создавать же свою. Так что вот здесь... Так вот. Ну, надо быть универсальным. Сейчас удобнее быть универсальным для того, чтобы использовать имеющиеся знаки. Делаем вывод, что разные языки изучены в разной степени, но почему это происходит? Почему такая несправедливость? Уже изучим вдоль и поперек немецкий язык, например, французский, да, а какой-нибудь язык Африки, он что, неинтересный, он что, как-то себя плохо проявляет, не хотят его изучать? Почему по-разному языки изучают? Если мы с вами представим количество лингвистов, существующих в мире, существующих в мире, то станет понятно, что несколько тысяч языков, тут мы сбиваемся, мы с вами не всегда сможем определить, сколько языков в мире, это вопрос, опять же, соотношения языка и диалекта непростой. Так вот, на несколько тысяч языков существует относительно небольшое количество людей, которые изучают малые языки. Вот представьте себе русский литературный язык. Количество людей, которые изучают русский язык и до сих пор пишут диссертации, это тысячи и тысячи. Только один из вариантов русского языка, только лишь литературный. Я не говорю про разговорную речь, я не говорю про диалекты, которые также могут изучаться как самостоятельные языки. И вот такое количество исследователей работает с одним языком и все еще находит интересные, неописанные факты в истории языка, в его потенциальном будущем состоянии. А какой-нибудь маленький язык Латинской Америки, на которой один, два исследователя, конечно, это невозможно сделать очень быстро. Экзотические языки требуют огромного усилия. Это фундаментальная наука и делается это все десятилетиями. Вот почему не все языки хорошо изучены. Огромное поле для деятельности лингвистической открывается перед нами сразу же. А как правильно хранить материалы и как их потом, главное, использовать? У нас буквально в 40 секунд до перерыва. Давайте начнем и потом продолжим. Нужно открыть глиняную амфору, накричать туда на языке, закупорить и поставить в темный подвал. Это если шутить? Ну, а серьезно? Серьезно это делается в виде блокнотов или аудио и видеозаписей, которые должны храниться в оцифрованном виде на множестве серверов, чтобы не исчезнуть. Ну, вот примерно так делают современные исследователи. Так мы фиксируем полученные знания, сделаем небольшую паузу и вернемся. Игорь Игоревич Исаев у нас сегодня на связи кандидат в логическую науку. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Говорим сегодня о том, зачем лингвисты выезжают в поле. У нас на связи директор института лингвистики РГГУ, кандидат в логических науку Игорь Игоревич Исаев. Мы уже научились собирать материалы, их фиксировать и с помощью глиняной арфы, глиняного сосуда, как мы выяснили в шутку, и с помощью диктофона. А как же их использовать, Игорь Игоревич? Ну, преимущественно это используется для целей научного описания, и это все облекается потом в виде форму статей, научных докладов, рассказов о том, как устроен язык. И в некоторых случаях, и тут я должен вернуть слушателей к нашим эфирам, помните, мы слушали некоторые экзотические языки и звуки. Этим можно поделиться. Этим можно поделиться, рассказать людям, как что устроено, как звучит, и дать послушать. В большинстве случаев, конечно, это фундаментальная наука, и все это сделано для того, чтобы изучить разнообразие нашего общества, ведь все это по большому счету является изучением человечества, его уникальных возможностей, в частности, выраженных в создании, использовании и развитии языков. Как же правильно организовать лингвистическую экспедицию? Вокруг нас 360 градусов, куда пойти? Столько языков неисследованных, диалектов. Как правильно выбрать направление? В большинстве случаев экспедиционные задачи определяются интересами исследователя. Вот давайте я вам расскажу, как диалектолог полевой, который провел к своим 42 или 3 годам 50 экспедиций. Вот сколько экспедиций помню, сколько лет я не помню. 50 экспедиций организовываются по моему внутреннему запросу и по необходимости научной. Например, меня интересует, как устроена фонетическая система Староскольского района Белгородской области. Для этого я изучаю все, что известно в науке. Я беру, открываю фундаментальнейший труд. И тут слушатель должен набрать в интернете диалектологический атлас русского языка и увидеть гигантскую книгу формата А0 в 300 карт, посвященные фонетике, морфологии, лексике, синтексису русских говоров в центре европейской части России. территории старейшего заселения. Я смотрю на эту карту, на научное описание и понимаю, что вот такой-то вопрос изучен недостаточно, у нас мало материалов. А дальше начинается самое интересное. Мы же с вами должны поехать не просто туда, где это явление было отмечено 50 лет назад в диалектологическом атласе, а туда, где есть еще население. Ведь мы-то с вами знаем, что диалекты и языки существуют только там, где есть живое население. И они нестабильные, они развиваются. Ну, ведь самые стабильные языки это мертвые, латынь, древнегреческий идеальные языки для изучения, никаких проблем нет, никакой вариативности в будущем, все в прошлом. А в живых языках, когда вы приезжаете к человеку, вы должны с ним говорить, понимая, что произошли изменения за то время, пока были сделаны описания. А вот основную работу вы должны сделать дома. Когда вы приезжаете в поле, вы должны уже иметь четкую программу и действовать согласно этой программе, беседуя с человеком на определенные темы. А сложность заключается в том, что вы, разговаривая с человеком, должны получить все, то, что вам нужно с точки зрения структуры языка, а выглядеть это должно как душевная беседа. Вот это одна из самых сложных вещей. То есть, можно бабушке и огород помочь вскопать. Да, она будет рассказывать, работает диктофон, идет запись, вы копаете огород, и вдруг лопата натыкается на берестиную грамоту. А это же тоже полевая лингвистика получается. И вы тут двух зайцев сразу подстрелили, Игорь Игоревич. Ну, тут, Павел, получается так. В основном, если ты работаешь лопатой, то это пыльевая лингвистика. Ты работаешь в пыли, да, это вот то значение смешное. А по большому счету во время копания мы не записываем, потому что ехать в экспедицию дорого и получать запись от человека с хрустящей землей это неправильно. Поэтому копает сильный, обеседует умный. Разделяем труд. Так, хорошо. Ну, а вот в чем заключена трудность работы в лингвистической экспедиции, вам нужно просто, я не знаю, найти подход к человеку, да, нащупать его какие-то точки интереса, чтобы человек разговорился, да, чтобы речь валилась от души. Или это совершенно все не важно, главное, просто привести, я не знаю, какую-то выработку хронологическую, час звучащей речи, и этого достаточно. Мы очень любим наших информантов, они называются так, либо диктор или информантов, мы их любим очень по-человечески, и мы всегда ведем беседы, конечно же, человеческие, душевные, ну, иначе нельзя, у нас прекрасные знакомые, с которыми мы общаемся уже и после экспедиции, и с их детьми, и с внуками, но в момент разговора вы действуете как врач, в этом есть некоторый лингвистический такой вот цинизм, но он не жестокий, у вас задача получить форму творительного падежа множественного числа от слова кочерга, например, условно говорю, вы должны повести беседу так, чтобы ответом на ваш вопрос стал именно этот падеж, ну, например, вы говорите, а печь у вас есть? Есть печь, а вы же ее топите дровами? Дровами, а чем вы там перемешиваете? Человек говорит, кочергой. Вот тут большая проблема, как сделать так, чтобы употребить творительный падеж? Да, делается контекст специальный, по которому мы сможем получить живое употребление, не прочитанное, а живое, в этой особенности беседы. Ага, то есть практически у вас уже есть список слов, которые человек должен произнести, и важно вывести этого человека, да, зажечь мы эти посадочные огни, чтобы человек в итоге сказал это слово. Вот в чем дело. Да, ну, вот представьте себе, нам нужно какое-нибудь слово селом получить, и надо говорить, а вы живете в этом селе давно? Да, да, оно же у вас красивое, говорит, очень красивое, но ведь наверняка самые лучшие в мире. Да, мы очень гордимся своим селом. Селом, прекрасно, задача выполнена. Поняли, Игорь Игоревич, надо как-нибудь попробовать на близких тоже сделать такую вот домашнюю полевую лингвистическую экспедицию. Игорь Игоревич Исаев у нас на связи. Да. Спасибо большое, до новых встреч. Кандидат филологических наук Игорь Игоревич Исаев, директор Института лингвистики РГГУ. Зачем лингвисты выезжают в поле? Еще больше подкастов на Смотре.